Завод по вытворчеству плит МДФ уведен в эксплуатацию два года тому. Пока не все участки загружены на полную могутность, а их это справа часу, в каком разе продукцию зрительства уже доброведуются в трех десятках краин. Не глядя на то, что завод по вытворчеству плит МДФ нельзя назвать уникальным, аналогичное предприемство есть и в других регионах Беларуси, конкуренции тут не боятся. Уречте местовая продукция, запотребованная в шматах этих краин. Сейчас на складах предприемства, которое является структурным подразделением акционерного творчества Гомельдрев, запасы готовой продукции, навод ниже и за нормативные. Бадай самая великая проблема у тем, что завод вымышен самостоянно рыхтовать кадры. Бо такой вытворчести уречте, ранее просто не было. Навод зараз тут свободная 40 вакансий и еще одна лечба, яку я гучу веке равнице Гомельдревом. Середняя зарплата за минулый месяц на реческом предприемстве склала крыху больше 500 рублей, а ли уже у соковикой она повинна повелечиться. Причем это будут зарубленные гроши на заводе по вытворчеству плит МДФ. Скажут о подчекаемом росте объему вытворчести. Если мы уже практически вышли на те объемы по шлифованной плите, которые должны быть, то по ламинированной плите, по напольным покрытиям здесь еще предстоит большая работа. Точки есть, рынки тоже есть, над ними работаем. Как я уже говорил, 29 стран это был экспорт, плюс Беларусь это 30 стран, где отгружалась продукция этого завода. И еще одна встреча у наместника старшини Палаты представников национального схода у Республики Беларусь Балислава Перштука у редакции районной газеты Дня Провец. Размова пытаясь самым головным ситуацией экономици, в этом году депутаты плануют разглядеть 45 законодавших актов. Державно-приватное партнерство, дейность инновационных фондов, закон об инвестициях, антимонопольное регулирование. Балиславу Перштук перекананы, выстяюсь с любой складанной ситуации, головное не драматизовать ее. Это, до речи, отличаются и пытания, у которых сегодня активно обмерковываются, росту зарплаты и прау власткования. Держанность состоит там примерно 490 человек. Примерно столько же вакансий имеется в городе. Конечно, они невысокие в квалификации, эти места. Понятно, что там зарплата невысокая, но если у человека абсолютно трудная ситуация, то я считаю, что надо идти на работу даже там, где 300 рублей сегодня платят или 400. Есть вакансии в сельской местности, хотя это тоже тема остро стоит. И есть вакансии в бюджете, в бюджетных организациях, детские сады, школа. Мы должны выполнить поручения до 1 мая. Мы должны всех, кто официально зарегистрирован, конечно, обеспечить, как минимум, предложить ему рабочее место. Дело каждого гражданина. Как он, согласится или не согласится. Но мы подберем, и я вот убедился сегодня, специалисты райисполкома уверенно подтверждают, что они с этой задачей справятся. Алексей Теров, Игорь Мариченко, телерадо-компания «Гомель» с Речисы.